приветствую всех у нас нынче она 1800 дам по этой игрушечки существует уже много обзоров она уже давненько вышла в тираж ну таким как я она стала доступна ну только вот совсем недавно вот собственно говоря мы в игре ваша задача теперь он и по-быстрому найти по струхов без мать да забегу наперёд игрушка чуть-чуть вот от личный остров если нужно какой он по размерам вроде бы есть место не опередит ли меня вот этот голубой баллон и плывет быстрее мы пара да игрушка немножко под расстроила не дожило до этой части много чего из предыдущих версий например отсутствуют наземные войска и сухопутные битвы фонарный островок конечно особо мне нравится не в 6 нефти на нем да даже не знаю ладно не нравится искать другую до сухопутные войска не дожили до этой части она не дожили также исследования в школе ранее университете много чего интересного графически это довольно таки красиво выглядит довольно таки красиво есть много чего нового в ней но вот влияние например мне не особо сильно понравилось очки влияние у нас зарабатываются напоминают а компетитов рейс до сатана капают и текут постоянно на ваш счет если можно так сказать очки влияние вы зарабатываете ну достигну например население или когда вы начинаете набивать на своем острове это не очень вкусно в упоментарном но не в туалет моля хоррик проверяйте никакой линии он белый что интерактивный интерактивные игрушечки в окошечке нам нужный ответ было бы интересно если бы в эпизодах экспедиции участвовать самому в своем корабле теми же пехотными подразделениями которых нет где нибудь паровая карточках но понимает еще более-более тяжелой задачи разработчиков и ни капли нет вот этот островок который бы нам хотелось совсем не тот нефть тут имеет большое значение до появились железные дороги и паровозик который он появились даже грузовички электричество электростанции много-много вкусностей появилась но от паровозика ждать того что это будет каким-то аналогом транспорт февер или там какого-нибудь железнодорожного тайкуна не стоит по одной простой причине стрелок нет на этих железных дорогах хотя на самом деле они бы там крайне не помешали там надо прокладывать так чтобы были свободные пути иначе и нефти может быть много и паровоз один чего будет там таскаться но увы если бы или такую вещь как стрелок было бы еще интересен а анда принцесс чин при киеве кирис опять же наделали кастырь на первом острове нефти было побольше наверно совершил а ну тут уже все заняли на грубую ошибку не заселившись сразу принципе конечно лучше заселяться на более-менее подходящую начинать накапливать средства у нас тут порт стоит 8 железа и сколько-то дерево сразу два порта мы ну никак не можем построить а трава необходимо захватывать и как можно больше и как можно раньше опять же остров без нефти а дядя саша ты лоханулся и совершеннейшим образом лоханулся вот так мы скорее всего пиратом сейчас попадем в общем пожадничал пожелаю себе лучшего островка я бы по моему прокатал возможность высадиться где нибудь в более подходящем месте в общем то да играл чаще всего идёт постоянно наускоринг если ты не выполняешь какую-то там миссию подостался чего-то особенно если ты не выполняешь сразу 2-3 миссии для того чтобы спокойно играть могу сразу сказать я по моему не сделал этого и не выставил в настройках игры малое количество заданий вообще это и понравится чем реже тебе дают этих заданий за которые там какие-то чаще всего полкупел нагружают очень сильно они эти задания отвлекают тебя ну в общем то и со временем особо интересно их не становится делать уничтожить кого-то подоставить груз куда-то быть прожить 13 дает имшин на лиз тут 56 нефти есть по площади он ничего по площади ничего ж а он или есть картошка есть больше железа нету ни копейки придется захватывать остров железом не железо есть гулянет он и хрен на него будут у нас самое главное у нас от рядышком с побережьем нефть поэтому хотят до места маловато для поселения особо жирный город не построил что поделать пожадничал я пожадничал и теперь нам надо начинать строить свою свой поселочек как я уже и сказал островок нехти какой большой поэтому нужно будет пытаться все это застраивать достаточно разумно тут нужно будет освободить место сюда к порту тоже загадочная такая загадочность дабы снабжать свой остров нефтью нефть добытую сначала надо отвезти в порт а уже из порта и и везут потом по всему острову непонятно сие для меня ну да ладно что поделаешь да по таким вот достаточно непонятным причинам почему-то для чего-то сделали такое вот что нефть надо возить туда-сюда обратно вам боже как занятно раньше насколько мне помнится обычно одна лесорубка снабжала две лесопилки вполне сейчас чуть баланс поменялся грубо говоря на две тижины лесника нужно строить три лесорубки либо две либо три лучше две потому что там для многих других производств потом еще дерево будет необходимо не обработано вот посему вот таким вот кандибоберем до радиус влияния ну сейчас не рисуют предыдущих версиях игры при нажатии на рынок показывали радиус влияния сейчас надо пробным методом то есть поставим строил домик и смотришь так вот это вот зелененькая было все дерево кончилось будем ждать у нас тут побежали бизоны побежали у нас бизоны надо ждать нужно быстрее чтоб рыба открылась самое главное железо потому что ну необходимо будет заселять острова 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 да тут остались без нефти селитра и остров с цинком да можно подускориться ну вот вы построили рыболовецкого пристань отправили кораблик на разведку пускай поплавает пока она скопится там все добро понесся понесся наш корабель открывать карту тоже острова без нефти пускай кораблик летает открывает карту нам надо строить дома привет тебе кофина не кофиной сейчас это не модно кофе нить могут подумать что у тебя коронавирус вот рыбки рыбки у нас вот хорошее место для пристани надо будет туда вытягивать рыбки всяких возможно даже торговый этот самый здесь надо будет оставить место под скажите не под нефтяной причал а вот у нас пиратка тут живет под нефтяной причал нужно будет оставлять обязательно место и под нефтехранилища вот почему нет в основном придется возить из нового света там ее полным полно но прежде чем у нас тут не появилась надеюсь у меня уключены все дополнения почему появится тут иконочка доступных экспедиций и мой совет вам не спешите экспедицию открывать новые земли покуда вы не собрали несколько кораблей совсем необходимым для подпостройки портов ну и не наладили тут экономику видите а пока в убытке живу пока вы не наладили у себя экономику которая пойдет прибыли у хорошие почему в новом свете да и в этом в новом свете обязательно нужно будет после того как вы откроете своим корабликом посылать сразу целый флот кораблей которые будут захватывать острова дабы не достались твоим и личным оппонентом вот вот у нас открылась дальше шнапс и одежка город 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 сюда пойдет развиваться да ладно давайте картофанчика посадим что ли тут тоже система полей немножко поменялась по сравнению с предыдущими версиями хотя не всех это скотовой чески по-другому стали выглядеть эти поля также населяются но кстати если помните в предыдущих версиях эти поля были действительно только вот в этой вот зоне которая там нарисована вокруг вашей фирмочки сейчас это поле можно тянуть там вдоль скал куда угодно все равно будут добывать тут место оставляют для трактору потом когда обзаведемся нефтью у нас тут будут ползать трактора будут собирать картошечку а тут то да вот видите вот эта зона которая нарисована раньше поля можно было строить только в этой зоне а сейчас сейчас это не обязательно тут у нас появится потом силосная башня можно будет возить пшеничку и тогда наши кто тут у нас овечки будут питаться силосом хорошим заготовленным из этой силосной башенки вот все первое необходимое мы построили на кстати где наш корабль это еще пираты там съедят вот островок тоже без нефти да у нас старый свет на нефть не богат совершенно абсолютно не богат как видите у меня резкая нехватка фермеров поэтому будем сейчас не пенит жилья жилья жилье фермеров жилья жилье для фермеров да тут оставляю место потом там по вот надо будет строить вот он этот пап с этой стороны мы пожарника раньше пожарника надо было исследовать школе по моему надо было поспешить поспешить с исследованием иначе можно было не успеть и у тебя городок начинал потихонечку там тлеть местами привет тебе хмурый хмурый илья хмурый ильюха ну полезный человек конечно мне там можно покупать разные разности вот к примеру можно покупать ну то он сейчас продает то он покупает любой товар и картошку обязательно и вот он продает для профсоюза у нас вот они начинают просить тебя разрешение поселиться как ты так успела уже железо добыть у нас еще газета появилась у нас влияние сообщение в газете есть такое теперь ну давай почти все мы открыли возвращайся домой у меня вот удивляет ну как она как она так быстро железо успела наклепать тут у нее железо явно нету купила у кого-то можно кстати тоже как-то ну вот полезные вещи кстати если у вас что-то не может расти на острове можно купить построить профсоюз потратит вот эти очки влияния и заполучить себе на остров что-нибудь полезительно так это хана это хена мама мы еще не все открыли да у нас тут должен быть еще один дядечка не думаю конечно чтоб купила она у него железо нигде ни одна шахта по моему не задействовано но как она умудрилась раздобыть железо чтобы заселить еще оставили она она только первый свой заселила возможно только первый свой островок она заселила найти не можем мы его ладно это нет вот у нас да вот она только заселила его это китайка у нас ты как успела да вашу шьешь вашу медь смотрите нету да нет не кирпичи дерево и железо надо откуда они берут смотрите вот ее остров 4 от 4 от по черному нету железа нету она железо нигде ничего только купить у кого кого-то смогла купить ладно ну в общем то вот вот такая вот игра выглядит достаточно симпатично не помню раньше местные жители давали задание тебе или нет по моему давали вот последней игре которые играл там по моему она 1400 или 1700 там по моему уже давали предыдущих версиях не помню если честно всякое украшательство тут можно делать тут по насчет украшений тут масса всего плакаты телефонные будки заборы торговые эти все анимировано если ты начинаешь что-то строить даже если я сено поставлю то вокруг этого сена народ начнет тусоваться кто-то обязательно там за ночь корица чтоб не работать ляжет поспать вот у нас такая ярмарочка есть ярмарку можно сделать там тиры поставить там столики барные заборчики красивые у нас целый парк развлечений все все это работает детишки там бегают потом шарики купят бегают шариками кто-то кувалдой лупенит кто-то смотрит на это там художники у нас за барными столиками там семьи одиночки сидят в общем отношении этого конечно много чего мы делали ну а так в целом классика классикой вырезали напрочь сухопутные войска убрали напрочь исследования в школе университете да там будет потом дополнение во льды в антарктику в батон плыть там возможно ученые появятся но в общем то в общем то вот такая вот что на этом я наверное свой взгляд на нее закончу сказать что обзор обзора вы так целая туча мое личное мнение об игре да можно засесть нее но достаточно долго особенно если фанатик серии но очень многое исчезло очень многое поисчезало и большому сожалению влупить моды могут только счастливые обладатели лицензии пользователей пиратских версий моды работать не будут решил я таки под дописать еще ролик потому как есть уже очень сильно развитые города вот все застроено все отстроено вот парк развлечений во всей своей красе как-то сейчас не особо людно здесь столовой много столика видать понаставил да тут застройка некоторой степени хаотично вот так вот выглядит зоопарк некоторые павильоны на постройку павильона кстати тоже тратятся очки влияния почему они мне не нравятся вот есть к сожалению вот такие закрытые павильоны которых не видно что происходит есть вот довольно такие красивые павильончики со зверушками со счетчику твой вот железная дорога раз вот промышленный район такой густочайший все задымлено все закакано но закаканости у нас от падает видите уродливать загрязнение меньше прибывает туристов вот тут нет добывают тоже потоками течет прям на полях вот это у меня ботанический сад практически особо многое не отстраивал таких культурных развлекательных вещей вот линейный корабль хотя он относится к парусникам но он паровым движком с трубой да ну раз продолжаю писать большому моему сожалению не настолько много разновидностей кораблей в игре существует хотелось бы более интересное более объемная монитор вообще такая штука абсолютно ненужная мой взгляд было бы лучше если шли какие-то исследования и там при появлении паровых движков можно было модернизировать вверх парусных судов на которой можно было продолжать строить и парусные суда и вот эти имеющиеся уже оснащать паровыми машинами постепенно там 3 обрейт не вверх я корабле это кроме паровых машин броней современными пушками нарезными меньшем количестве но более дальнобойными вот а для обрейдов опять же университете чтобы можно было проводить исследование днем тут у меня вот есть университет но исследование к сожалению не ведется никаких но так бы сначала исследовал колесо переделайте свои фрегаты колесные пароходы потом с исследованием бинта в винт с исследованием брони там брони можно по нацеплять вот у нас такой вот есть кораблик рейд истер ну честно говоря не особо он выглядит так если бы он был заточен для экспедиции нес бы там 46 пушечек на своем борту от принципе он конечно крутой я не возражаю так как же у тебя заглянуть то вот у него аж восемь точек под товар и три точки ну для экспедиции для улучшения корабля вот он у меня возят дефицитные товары и возит сразу по моему в два мира в две локации потому что он достаточно быстрый получил этого у него не отнять в этом отношении он конечно супер замечательный но к сожалению строить на своих верхах я его не могу великому моему сожалению есть моды которые позволяют рейд и стран строить на своих верхах даже у меня тут портовая канцелярия не достроена не хватает мне как раз этих вот очков влияния на каждый корабль на портовая канцелярия на профсоюзы даже на вот эти вот музеи зоопарки но все тратится очки влияния а они не накапливаются то есть вот если я достигну 35 780 населения у меня дадут 20 очков влияния если я вот такой вот домик превращу даже нет вот такой вот домик домик инженеров превращу в дом дом инвесторов я получу немножко очков влияния на мой взгляд стоило бы сделать так что просто не накапливались потихонечку полегонечку у нас наша рыжая плутонка решила вернуться на свой остров и как видите раньше были три линкора парусных теперь приплывают три монитора ну тут дежурят крейсера да в принципе модели крейсеров выполнены достаточно неплохо но я видел модель я совершенно реалистичный крейсер красивый опять же этот смотрится запустится больно у кого есть из этого пока мы тут просто и 20 тысяч здоровья изначально было по моему 8 вот у него по наставлены модули которые дают ему здоровья ну и собственно говоря даже вражеский крейсер один-на-один скорее всего ему проиграет вот мы стрел они у нас тоже он для ожиданий стоит крейсер один потихонечку мой флагман да тусуется как обычный торговый кораблик возит тут товарищи туда-сюда ну вот это уже если можно так сказать моя основная столица потому как тут уже банки тут у нас вы усталка проходит ну правда с ростом населения и с повышенным количеством электростанций у меня периодически люди остаются без электричества просто очень большое потребление нефти а я в это именно игре допустил ошибку я очень плохо захватывал острова в новом свете вот моя экспедиция возвращается за музейными редкостями мы ходили вот кое-чего они тут привезли вот там не специальный экспедиционный крейсер у него как бонус игристое вино вот как погруженный товар чувак который дает 30 к охоте очень полезный представьте себе great eastern если вот у нее 8 хотя бы там 3-4 забить вот такими вот ребятами ну вот под сами модули у них три всего лишь это мне дипломат 45 дипломатии тут флот флотоводец дает на урон противникам как видите урон снижается самому кораблю флот 35 вера 25 навигация 15 и еще два флотоводца но они практически одинаковые 50 30 10 навигация армия флот ну без охотника еще на самом деле нужен конечно если попадется мощалый ремесленник то один из этих ребятушек героя у капитана у меня пересядет на какой-нибудь другой корабль очень нужен ремесленник для экспедиции как видите тут я тоже допустил ошибку только один остров у меня здесь захвачен большому моему сожалению ну и вот новый свет в новом свете у меня тут два острова этот у меня каучук производит собственно говоря тут мало чего совсем маленький мало чего удалось разместить здесь производят нефть это я поначалу неправильно его застроил у меня вот нефтяные вышки и вот пошли еще еще нефтяные вышки мне пришлось здесь все перестраивать перемещать поля дома и прочее прочее чего-то я хотел же показать со своим заданием вот сюда приплывает обычно очень красивый кораблик очень красивый он и побольше это играет истерную и собственно говоря этот у меня приплыл как раз покупать покупать себе разные полезности но как видите сейчас хороших нет можно конечно если много денег есть вот так вот поступать и собственно говоря вот можно еще раз поменять никто ну с каждым разом цена как видите тут растет цена у нас растет у полезности нету пока никаких так и у нас там задачу по сопровождению да ну ты у нас как раз сопровождать все-таки удастся увидеть то ну что ж что-то они тут у меня все-таки три островка захвачена кроме моего пришлось еще захватывать острова ну не захватывать ни у кого не отбирал можно острова захватывать другим методом вот у нас есть такой режим покупать долю но на покупку доли тратится 10 единиц очков влияния лучше построю флот повоююсь да вижу я большому своему сожалению именно из-за этого то и начал записывать ролик хотя уже пообещал пообещал что все сейчас у нас такая мелкая шваль выскочит из неоткуда вот они появились руки у моего линейного трейсера пока ты там еще линкор остановился мой повоеваться вот вот собственно говоря и все иногда появляются во время сопровождения еще и дальше там противники но не всегда да тут видите у меня привлекательность низкая поэтому вот туристический пароходик совсем маленький приплыл какой-то буксир туристический большого парохода но тоже но тут повыше привлекательность не настолько высокая достаточно высокая привлекательность у меня на мысе трейлони это территория дополнение о пропавшей королеве вот он вот 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 да вот если вот эта была моделью грейт истер ну посмотрите насколько этот солидный нее выглядит красивее больше так вот существует мод который позволяет строить вот эти вот пароходы у себя на верфи они просто необычайно вместительные но очень медленные к сожалению я бы попытался тот мод раскурочить и добавить скорости вот ну в принципе все вот показал я вам этот корабль великолепный даже мало-мало боевых кораблей отсутствие вообще внеземной техники ну как видите даже когда мы проводим выставку у нас здесь появляются ну вот видите на достижение техники стоит какой-то трактор ездит тут то ли экскаватор то ли подъемный кран да вообще тут какой-то комбайн такой легкой землероечный прям на голову людей там правильно сидит вот нам постоянно подкидывают потом неизвестно на какой именно склад он появится разные бонусы бонусных ряда вот у нас видите достижение по нефти типа у нас есть паровозики есть у нас паровоз с этими цистернами механика какая-то лист и работают ну в этом отношении раздел она конечно просто супер великолепно тут я ничего сказать не могу я кстати начал перемещать музеи они у меня были несколько хаотичные некрасиво вот эта территория была занята музеем сейчас у меня это все постепенно переезжает отсюда тут скорее всего будет заселяться народ вот прибыли у меня как видите просто ошалелые да и что вот вот я начал отстраивать свой дворец ну вот с видом моего дворца на фоне красивого водопада я закончу свой взгляд на игру свой псевдо обзор посмотрим где наш сопроводитель сопровождает ну и на этом я буду с вами прощаться в целом игрушка очень очень даже хороша но продолжают появляться к ней дополнение последнее дополнение расширять должно портовую зону портовые строения есть моды которые портовую зону делают едва ли не вокруг всего острова и собственно говоря в этой портовой зоне которая наш вот так вот тянется можно строить жилые здания то есть заполнять ее все это застраивать и заселять есть моды которые великолепно красивые склады добавляют но увы сие для меня недостижимо так что спасибо за внимание игрушка в целом получилось отлично если еще появятся аддоны которые добавят надземную технику которые добавят чуть больше разновидностей кораблей чего бы не очень сильно хотелось если еще какую-то паровую бронетехнику сюда в темяшили вообще была бомба но не знаю какие планы разработчиков пожелаю им удачи пожелаю побольше покупателей игры спасибо за внимание игра отлично играйте наслаждайтесь спасибо за внимание Продолжение следует...